Да, всё верно, в эфире автомобильная программа Трасса 101. Меня зовут Владимир Сметанин. Ещё раз здравствуйте. Трасса 101 сегодня впервые, надо сказать, выходит в расширенном формате, а к тому же в прямом эфире. Надо сказать, что мы к этому шли довольно давно. А всё почему? Всё потому, что людей, передвигающихся на собственных автомобилях и увлечённых автомобилями, очень много среди наших слушателей, да и, естественно, часть сотрудников нашей радиостанции, и я, в том числе, имеем прямое отношение к рулю, к вождению. В общем, автомобильная тематика объединяет многих из нас. Кто-то знает об этом больше, кто-то меньше. Но, общаясь друг с другом, я уверен, мы сможем устранить пробелы в знаниях и сделать нашу автомобильную жизнь более насыщенной и интересной. Итак, пора озвучить тему сегодняшней передачи. А тема – это кузовной ремонт автомобиля, то есть то, с чем однажды сталкивается, пожалуй, большинство автолюбителей, потому как все мы прекрасно знаем, что число машин в нашем городе с годами растёт, состояние дорог, особенно зимой, далеко от идеального, так что риск дорожных происшествий, он тоже растёт. Представляю гостя нашей студии. Это Алексей Соломин, руководитель отдела кузовного ремонта «Тойота-центра Киров». Добрый день, Алексей. Добрый день, Вадимир, дорогие слушатели. Ну, не секрет, что наша программа анонсировалась в последние несколько дней, в том числе на сайтах kirovo.ru. Там был и до сих пор остаётся специальный баннер, кликнув на который, вы можете видеть специальную форму для того, чтобы задать вопрос нашему гостю. Вопросы есть, их достаточно немало, и эти вопросы я буду по ходу нашей передачи в ближайшие минуты озвучивать. Ну, и к тому же, традиционно сообщаю, номер для прямой связи с нами, 708-502, номер телефона нашей студии, и номер для смс 8-909-720-101-0. Итак, ну, традиционно нужно, наверное, начать со знакомства с кузовным ремонтом в «Тойота-центре Киров». Вы, как руководитель этого отдела, безусловно, можете многое рассказать и пояснить, что представляет в данный момент кузовной центр «Тойота» и как давно вы уже существуете? Существуем мы около года. Кузовной центр «Тойота» выполняет все виды кузовного ремонта. Кузовной ремонт любой сложности. Это позволяет сделать профессиональное оборудование, которое у нас есть. Мы используем только материалы, только премиум-класса. Вот, то есть ремонт получается максимально качественный. От простейшего окраса бампера до восстановления геометрии кузова. То есть все то, что мы в привычной жизни привыкли называть железом, да? Да, совершенно верно. Все это восстанавливается именно на базе вашего центра. Что послужило, собственно, отправной точкой для организации и для открытия этого центра? Любой солидный дилерский центр должен предоставлять такую услугу кузовного ремонта, чтобы владелец автомобиля, чтобы у него не было желания обращаться не в гаражи, а в какие-то частные сервисы, а получить качественный ремонт, качественное обслуживание в дилерском центре, которым он обслуживается. Ну, наверняка вы перед тем, как открываться, изучали все-таки рынок, соответствующий, который представлен в нашем городе. Изучали ведь? Ну да, конечно. Каким выводом пришли? Не хватает у нас действительно такого уровня организаций, оказывающих соответствующие услуги? Ну, я думаю, что мы готовы задавать стандарты этого уровня. И на сегодня у нас за такой достаточно небольшой срок работы в этом городе мы уже достаточно большую аудиторию клиентов создали постоянных, да, то есть которые обращаются там с какими-то мелкими даже там ремонтами, царапинами, да, после того, когда произвели ремонт у нас в центре. А вас люди, автомобилисты, как узнают? Давайте сразу же озвучим, кстати, адрес. Адрес и номера телефонов для консультации, номер телефона, вернее. Номер телефона 208-300, по этому номеру вы сможете соединиться с кузовным центром, да, и рассказать о своей проблеме. Квалифицированные специалисты минимальную консультацию смогут дать вам по телефону. То есть, если понадобится более детальный осмотр, либо консультация, сможете приехать к нам в центр на Дзержинского 110 с удовольствием, с отзывчивостью. Ребята проконсультируют по любому вопросу, который у вас возникнет. Ну, я думаю, что вы отчасти уже, Алексей, ответили на вопрос, заданный нашим слушателем Валерием Петровичем на сайте хакирова.ру. Почему именно я к вам должен ехать, если есть возможность сделать все то же самое в каком-нибудь гараже у Васи Пупкина, причем дешевле? Ну, сегодня технологии позволяют уже производить более качественный ремонт, чем вчера. Многие частные сервисы используют еще старые технологии, используют материалы ниже классом, чем те, которые рекомендуют дилеры-производители автомобилей тех или иных марок. Мы можем сделать качественный ремонт, на который можем дать гарантию, и клиенты на самом деле уезжают от нас довольные. И обращение гарантийного характера, что какие-то проблемы были с лакокрасочным покрытием и прочее. То есть это буквально единичные случаи. Скажите, ну, кстати, сразу тоже надо сначала уточниться, раз уж в названии центра звучит название бренда Toyota, только с Toyota работаете? Или автомобили других марок тоже, собственно, приветствуются? Да, мы работаем с автомобилями любых марок. То есть у нас на ремонте были автомобили премиум-класса, такие как Porsche Panamera, Jaguar XJ. Они тоже попадают в аварии, да? Да, в аварии попадают разные автомобили разных брендов. Мы ремонтируем различные марки автомобилей. То есть к нам и от страховых компаний приходят какие-то такие автомобили. Есть клиенты, которые уже после ремонта по страховке, когда уже страховка закончилась, тем не менее возвращаются не в свой дилерский центр, а к нам на кузовной ремонт, потому что были довольными проведенными работами при первом посещении. Что касается цены на ваши услуги, вот тот же Валерий Петрович убеждает нас в том, что в любом гараже можно сделать это дешевле. Как с ценами у вас? Как формируются цены? Цены у нас среднерыночные. Мы максимально стараемся клиенту сделать максимальные скидки, то есть создать оптимальные условия, чтобы качественный ремонт он смог получить, насколько это возможно, по более сниженной цене. А скидки за счет чего? Скидки за счет... Мы делаем скидки постоянным клиентам нашего дилерского центра, кто у нас обслуживается, а с другими брендами, кто приезжает. То есть существует система спецпредложения определенных льгот на предоставление каких-то дополнительных услуг. То есть очень часто бывает, что автомобиль окрашивает какое-то там несколько элементов, и клиент предпочитает достаточно популярную услугу, комплексную полировку произвести всего в автомобиле. То есть если... Сколько она стоит? Можем озвучить? Ну, она стоит там от 10 до 14 тысяч. В зависимости от класса автомобиля. Это профессиональная полировка, то есть индивидуальный подход к каждому автомобилю, к каждому клиенту. Вот, соответственно, автомобиль преображается, ну, становится практически новым. Возраст тут имеет значение? Возраст автомобиля, я имею в виду, он там выпущен, он был 4 года, 2 года назад. У нас стандартная стоимость на комплекс. То есть если даже больше повреждений на автомобиле, нежели там на автомобиле более молодом, цена, она одна. То есть цена стандартная, то есть за эту услугу. То есть да, если больше нужно работ проводить, мы проводим больше работ. То есть мы нацелены на максимальный результат, чтобы клиент от нас уехал довольным. Еще за слово скидки зацепился. У вас существуют какие-то скидочные карты, дисконтные? Да, у нас существует бонусная программа АГАД. То есть эти карты действуют во всех дилерских центрах группы компании АГАД. То есть в Кирове это Тойота-центр, а в других городах представлены. Ну, по всей России работает компания. Да, по всей России. То есть в любом дилерском центре вы сможете. Размеры скидок большие? Ну, там накопительная программа, там более подробные условия. Клиент может узнать у нас в дилерском центре, там, либо на сайте. Вот хочу задать вопрос. Очень часто сам сталкиваюсь с этим и, собственно, уже столкнулся. Это все можно видеть на кузове моего автомобиля. Особенно эта проблема проявляется у нас зимой, когда вот эта дорожная посыпка, этот песок, какие-то мелкие камни, они приводят к образованию сколов на лакокрасочном покрытии автомобиля. Скол вроде бы небольшой, незаметный, и можно закрыть на это глаза, но бывают моменты, когда действительно обидно. Вот с этим в вашей работе часто приходится сталкиваться? И что можно поделать в данном случае, когда вот речь идет, видимо, о мелких таких царапинных сколах? Ну, сталкиваемся, конечно. Сколы – это проблема, которая есть у всех. То есть мы все ездим по дороге, камни летят. То есть, соответственно, лакокрасочное покрытие, его нужно каким-то образом защищать. Вот, то есть существуют всевозможные покрытия защитные, то есть мы, в частности, там данную услугу предоставляем. Вот, если же сколы более глубокие, до металла, то необходимо, естественно, элемент уже окрашивать либо частично, либо полностью. Вот, потому что в таком случае вы рискуете потерять уже всю деталь, если она начнет ржаветь, и если покрытие антикоррозийно нарушено, то есть могут быть проблемы более глобальные. Вот хотелось бы, чтобы сейчас, не знаю, конкретные примеры или конкретные примеры прозвучали на эту тему. Вот приехал человек, у которого сколы. Что дальше? В чем заключается работа с таким автомобилем? Ну, у нас обращался клиент как-то, то есть сколы были не такие глубокие, не до металла, то есть попросил просто подкрасить их. То есть мы подкрасили, а клиенту отполировали кузов автомобиля и покрыли защитным стеклом этот элемент, то есть, ну, капот, в частности. Защитное? Ну, защитное покрытие, то есть жидким стеклом можно покрыть автомобиль у нас в центре, вот, и, соответственно, это защитит ваше окрашенное покрытие от всевозможных сколов, каких-то мелких царапин. Если автомобиль где-то за городом ездит, то есть очень часто там ветки деревьев, там, что-либо такое появляется на автомобиле. Насколько долговечно вот это защитное покрытие жидким стеклом? Ну, там в среднем срок около года, то есть можно будет потом дополнительно покрывать просто раз в год, и его краситное покрытие более долгий срок прослужит. А насколько дорогостоящие или недорогостоящие данные процедуры? Покрытие жидким стеклом у нас сейчас идет спецпредложение в подарок комплексной полировки, то есть если автомобиль клиент у нас полирует, то есть жидким стеклом мы покрываем его в подарок. А, ну, то есть полировка, она обязательно, собственно, получается, да, при покрытии стеклом, потому что на неподготовленную поверхность наносить не рекомендуется. Если есть повреждения, то есть, да, они просто проявятся, будут более видны, и сам, я думаю, собственник автомобиля не захочет, чтобы они так отражались. Вот за это время работы кузовного центра, вот, хотелось бы узнать самые такие распространенные случаи, самые основные, с которыми к вам обращаются клиенты, что это? Это все-таки вмятины какие-то, да? Царапины, те же сколы. Ну, вы знаете, по большей части, конечно, это, по большей части, наверное, бампера, то есть, да, мы с вами каждый день передвигаемся по дорогам, то есть, и где-то погода с нами может сыграть злую шутку, где-то кто-то из других участников дорожного движения может пренебречь правилами и создать аварийную ситуацию. В основном, да, такие достаточно небольшие ремонты, но, тем не менее, достаточно крупные ремонты производятся, пускай не так часто, вот, то есть, но они имеют место быть, и автомобиль восстанавливается до своего первоначального вида, то есть, многие автомобили, они достаточно с серьезными повреждениями поступали, вот, то есть, и после восстановления автомобиль, ну, заново новый. Что касается комплектующих, вот, элементах, да, этого самого кузова, это все идет под заказ у вас или набор какой-то присутствует, ну, каких-то основных элементов? Ну, какой-то минимум деталей существует в наличии, в основном кузовные детали, они все под заказ, но сроки поставки у нас, как у дилеров, достаточно сжатые, то есть, там, буквально 2-3 дня, и все детали уже у нас есть в наличии, то есть, с момента обращения клиента с повреждениями, там, буквально несколько дней проходит, когда мы можем уже начать ремонт и клиенту преобразить автомобиль в его первоначальный вид. Автолюбителям предлагается возможность выбрать из списка комплектующих, ну, то, что его устроит, там, по цене, по качеству, не знаю, страна-производитель? Мы работаем только с оригинальными запчастями, да, с теми, которые рекомендует производитель, потому что любые какие-то неоригинальные детали, они могут привести к повторному аварийному случаю, вот, либо к износу уже других деталей, с которыми рядом они закреплены, то есть, поэтому мы используем только оригинальные запчасти, и выбор у клиента, да, в принципе, есть, вот, когда сам производитель рекомендует, там, какой-то аналог, но мы не используем аналоги, то есть, мы только работаем с оригинальными запчастями. Но вы все это поясняете людям, которые вас приезжают? Да, конечно, то есть, клиент, он детально видит все ремонтные воздействия, которые необходимо произвести на автомобиле, то есть, после осмотра автомобиля, то есть, естественно, клиента консультируют, то есть, какие есть варианты, то есть, бывают случаи, когда деталь необходимо менять, бывают случаи, когда можно ее спасти, вот, то есть, мы, соответственно, клиенту на выбор предлагаем, то есть, он сам уже решает, то есть, либо менять деталь, либо произвести ремонт. Я напомню наши координаты. 708-502, номер нашего прямого эфира, номер для СМС 8909-720-101. Вот у нас от Сергея вопрос был заранее на сайте хакирова.ру задан. Хотел бы узнать примерную цену покраски ВАЗ-2110. Ну, десятка, да, и замену порогов. Заранее благодарю за ответ. За десятку беретесь? Мы можем взяться за любой автомобиль. Автомобили отечественных производителей тоже были у нас на ремонте. О том, сколько будет стоить непосредственный ремонт. Ну, окрас одного элемента у нас, как я говорил, среднерыночная стоимость, то есть около 10 тысяч, это окрас элемента. Вот, то есть более какой-то более точный ремонт, который нужно будет произвести на автомобиле, можно будет резюмировать уже после осмотра непосредственно. То есть вы можете обратиться к нам в центр Дзержинского 110, либо по телефону 208-00. Мы с вами согласуем время, когда вам будет удобно приехать, и посмотрим, что можно сделать с вашим автомобилем. Еще один вопрос у нас есть от Анны, там же на сайте Кирова. Автомобиль застрахован по КАСКО и ОСАГО. Могу ли я отремонтировать вместе у вас, и сколько это будет стоить? Ну, вы тут уже говорили о том, что по рекомендации, по линии страховых компаний к вам люди приезжают, и вы их ремонтируете. Да, конечно, у нас договора с самыми основными страховыми компаниями по городу, с лидирующими, да, у кого, кто уже зарекомендовал себя на рынке страховых услуг. Вот, то есть, и да, без проблем мы можем произвести любой ремонт, и по направлению страховой клиент может к нам просто приехать самостоятельно. Что касается квалификации персонала, который работает в кузовном центре Тойота, и того оборудования, которое вы используете, как с этим дела обстоят? Нет. Персонал у нас постоянно проходит обучение, сертификации, то есть у них всегда есть возможность повысить квалификацию свою, то есть как у консультантов, которые работают с клиентами, так и у сотрудников цеха, которые работают непосредственно с автомобилем. Мы не стоим на месте, все новые технологии, которые на сегодня есть, используются у нас в работе. Ну, например, про жидкое стекло мы уже услышали. Технология новая, можно сказать, да? Ну, да. В принципе, в последнее время она достаточно популярна, и есть разница этой услуги, опять же, где-то с частным таким кустарным способом, либо с соблюдением всех технологий в дилерском центре. Что еще? С чем еще можете так удивить? Мы можем близнуть своим оборудованием, то есть у нас оборудование достаточно высокотехнологичное, вот, то есть красочные камеры подготовительные, это бельгийская компания «Сима», которая себя зарекомендовала на рынке и занимает одно из лидирующих мест. Материалами. Материалы для окраса мы используем германской компании «Штандекс». Вот, то есть это материалы премиум-линейки, которые тоже занимают лидирующие позиции. Вот, то есть стапельное оборудование, стапельное оборудование компании «Карбенч», оно позволяет любой сложности произвести восстановительный ремонт сложный, где есть нарушение геометрии кузова. Это уникальное оборудование для нашего города? Ну, я уж так хочу спросить. Ну, насколько мне известно, именно «Карбенч», он только у нас, если брать крупные дилерские центры Кирова, вот, то есть, возможно, может быть, у кого-то тоже и кто-то использует этого производителя. Насколько велика, что называется, пропускная способность вашего центра, то есть сколько машин вы можете одновременно ремонтировать? Ну, у нас ежедневно, то есть, цех, он без работы не сидит, то есть, ежедневно достаточно высокая проходимость, а в среднем в работе у нас где-то около 20 автомобилей, вот, то есть, мы можем держать, то есть, ну, на разных этапах, естественно. То есть, получается, персонал работников у вас достаточно большой, это несколько десятков человек, если 20 автомобилей? Да, коллектив у нас Кузовного, это 11 человек, то есть, оборудование позволяет достаточно большой объем автомобилей обслуживать непосредственно с таким количеством персонала. Я прекрасно знаю, что у нас очень много деловитых, толковых, деловитых, в смысле, руками, умеющих делать хорошо, еще очень много. На работу к вам? Просится люди в настоящее время? Как можно к вам попасть? Или вы пока не нуждаетесь в сотрудниках? Ну, когда какие-то вакансии открываются, их можно увидеть на сайте, сотрудники, которые работают у нас сегодня, они пришли уже с достаточно крупным опытом и продолжают его получать у нас в компании, то есть, опять же, вот, повторюсь, проходят все необходимые сертификации от Тойоты. Образование обязательно? То есть, диплом, там, специальности автослесаря, например, техническая специальность? Посмотрим разных специалистов. То есть, у кого-то, да, у кого-то может быть диплом в каком-то определенном направлении, сертификат какой-то компании. То есть, мы все равно, прежде всего, посмотрим на него в деле. Светлана на нашем сайте спрашивает, какие можно получить гарантии на кузовные работы, сроки этой гарантии и прописывается ли это в договоре. Вот, кстати, да, официальное, происходит официальное заключение, да, договора на услуг? Сроки гарантии, да, не прописываются в заказной ряде, в документе, который выдается клиенту при получении автомобиля. Гарантийный срок стандартный, это год. В течение года, если какие-то вопросы возникнут, можете обратиться в наш сервисный центр. Вот, даже если гарантийный срок уже вышел, автомобиль ремонтировался у нас, мы готовы его рассмотреть, то есть, каждую ситуацию индивидуально. Давайте опишем эту картинку. Вот клиент приезжает к вам с проблемой, да, что дальше? Он подходит к специалисту, к консультанту, да, начинается осмотр автомобиля. Все так, что дальше? Да, совершенно верно. Производится осмотр, далее оцениваются ремонтные воздействия, которые необходимы для произведения ремонта этого автомобиля. Согласовываются с клиентом, заказываются запчасти. То есть, по поступлению запчастей, соответственно, производится сам ремонт. Ремонт мы нацелены провести в максимально сжатые сроки, максимально качественно. То есть, таким образом, клиент расстается с автомобилем на достаточно непродолжительный промежуток времени. Ну, в среднем сколько, можно сказать? В среднем, если брать какой-то мелкий ремонт, это несколько дней, то есть, 2-3 дня. Если более крупный, да, там, где-то доходит до двух недель. Отмечаете ли вы некие пики, не знаю, что ли, подъема спроса на ваши услуги в течение года? Есть у нас, вроде как считается, традиционно аварийные периоды, там, осень, да, когда у нас лед начинается на дорогах, зима, естественно, когда снег. Что сейчас вообще с востребованностью вашей? Ну, зима стандартна, то есть, соответственно, все равно аварийность в любом случае повышается. Ну, я бы не сказал, что есть какие-то достаточно крупные скачки, то есть, объем у нас растет, и он, в принципе, растет независимо от времени года, потому что мы и летом, и зимой добросовестно делаем свою работу и стараемся, чтобы каждый клиент от нас уехал удовлетворенным работами, произведенными с его автомобилем. Так, вы сказали, объем растет, соответственно, наверное, встает вопрос о том, чтобы расширяться персонал, докупать оборудование. Площадь цеха позволяет обслуживать тот объем, который есть, в принципе, с учетом его роста, вот, то есть, в принципе, мы справляемся с тем потоком, который идет к нам на ремонт. Я напомню, что эта программа «Трасса 101», сегодня она выходит в прямом эфире, в гостях у нас руководителя отдела кузовного ремонта «Тойота-центр Киров» Алексей Соломин. Ну, многие вещи мы уже успели выяснить, что кузовной центр работает не только с автомобилями марки «Тойота», но и со всеми другими, об условиях, о скидках поговорили, об оборудовании, о персонале. Напоминаю, что 708-502, вы можете позвонить, у нас есть еще 6-8 минут для общения в прямом эфире. Опять же, Светлана задает вопрос на сайте «Эх, Кирова, у меня «Шкода Фабия» полтора года назад получила жирную царапину», ну, чувствуется, что девушка пишет, «жирную царапину на заднем левом крыле, ничего не делала, цены называли для ремонта разные». Вот теперь вопросы. Пошла уже ржавчина, да? Пошла уже ржавчина. Вот первая часть вопроса, то есть вот такую застарелую уже царапину, есть смысл ремонтировать? Технологии как-то различаются? Технологии различаются, есть смысл ремонтировать. В любом случае, то есть необходимо, конечно, посмотреть эту саму царапину уже визуально, то есть что она себе представляет и в какие объемы выросла. То есть, в принципе, клиент может позвонить по номеру 208-00, точно так же записаться, мы посмотрим. Я думаю, что если ее возможно устранить, мы устраним, не заменяя детали. Вот по поводу записи, да, Светлана, там, в догонку интересуется, велика ли очередь у вас, велика ли вот эта запись? Ну, бывает по-разному, то есть, в принципе, мы на ближайшие дни записываем, то есть практически там 2-3 дня мы готовы принять автомобиль уже на ремонт. Кстати, по времени, по графику работы, со скольки до... Мы работаем с 8 до 20.00, то есть ежедневно. И выходные тоже, да? Да, конечно. Праздничные дни тоже? Праздничные дни. Ну, праздничные дни стандартно, то есть, когда выходные всего дилерского центра, то есть это... Ну, вот ближайшие, там, у нас праздники, 23-е, 8-е, будете работать. Есть у нас звонок, да, нам показывает наш звукорежиссер, я, Алексей, вам предлагаю наушники взять, да, все-таки, чтобы услышать нашего дозвонившегося. Алло. Алло. Да, добрый день, как вас зовут? День добрый, меня Сергей зовут. Да, Сергей, у вас вопрос? Да, я хотел узнать вот так примерно хотя бы, у меня Lada Priora, вот, сколько будет стоить вместе вот с материалами сервиса сделать люк? Люк? Люк. Света вам мало в Lada Priora? Нет, воздуха свежего. Воздуха свежего. Хорошо, Сергей, вопрос понят, ну, люк сделать, я так понимаю, что... Ну, это же кузовные работы, кузовные. Ну, это кузовные работы, да, то есть, работа немного нестандартная, а, в принципе, в любом случае, можно будет рассчитать стоимость ремонта, я думаю, что лучше позвонить 208-300, то есть... Записаться на... Да, мы сможем в лицензионной программе рассчитать просто, сколько стоит ремонт, мы не берем цифры там от кого-то с неба, то есть, берем их из стандартных программ лицензионных, вот, то есть, и тогда уже, я думаю, там, индивидуально можно будет посчитать стоимость. Работ, сколько она составит, то есть, ну, тут такое достаточно серьезное вмешательство в железоавтомобиле. Ну, нарушение все-таки, да, конструкции. Да, ну, если клиент желает такое сделать, я думаю, что, в принципе, это вполне реально. А, кстати, были такие уже обращения? Хочу люк. Ну, обращений у нас не было, то есть, у нас, как правило, большая часть автомобилей там уже присутствует, это опция, да, то есть, если кто-то хочет дополнительно поставить, а нужно рассматривать, то есть, если есть какие-то... Как клиент хочет свое оборудование привезти, либо есть какое-то оборудование, рекомендованное заводом, вот, то есть, мы рассматриваем все эти моменты, и чтобы клиенту тоже не навредить его автомобилю. Есть еще вопросы нашему гостю Алексею Соломину, руководителе отдела кузовного ремонта Toyota-центра Киров. На нашем сайте, да, Кирова вопрос. Мальком, если не ошибаюсь, так стоит озвучить имя представившегося. Каков прогноз роста цен на 2015 год? Ну, что-то мне подсказывает, что задавший этот вопрос имеет цены, стоимость автомобилей Toyota. Мы тут, видимо, компетентно говорить о стоимости все-таки комплектующих, да, для ремонта материалов и так далее. Что сейчас с ценами, насколько они повысились за последнее время, и в ближайшее время что прогнозируется? Ну, стоимость запчастей, да, она напрямую зависит, конечно, от курса валют, соответственно. Ну, мы стараемся клиентам пойти навстречу, то есть, чтобы стоимость ремонта для них ненамного отличалась от уровня цен 2014 года. Вот, то есть, все возможно для этого делаем. Соответственно, если просто окрас элемента, то есть, мы стараемся свести эту стоимость к стандартной стоимости 2014 года. То есть, один элемент покрасит около 10 тысяч стоит. Ну, а что касается прогноза? Прогноз пока точно не могу сказать, потому что обстановка на экономическом рынке недостаточно стабильна. То есть, посмотрим, что будет дальше. То есть, мы в любом случае нацелены для комфортной работы с клиентами, чтобы им было с нами комфортно, и чтобы достичь этот результат, который им нужен. Еще один звонок у нас есть. У нас буквально три минуты остается до конца программы. Алло. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Алексей, да, возьмите, пожалуйста, послушайте. Как вас зовут? Меня зовут Александр. Да, слушаем вас. Я хотел бы узнать, сколько будет стоить установить шумоизоляцию на Nissan Almera. И вот по материалам тоже, как выгоднее самому закупителю у вас. Спасибо, Александр. Услышали вопрос. Вопрос по вашей части. Да, шумоизоляцию мы производим. Стоимость шумоизоляции, она стартует где-то около 30 тысяч и выше, в зависимости от марки автомобиля. По Nissan Almera, естественно, тоже мы готовы рассчитать эту услугу, сколько будет стоить. То есть, она будет напрямую зависеть просто от того количества разборки деталей, необходимых для произведения шумоизоляции. И, в принципе, точно так же можете позвонить, связаться с нами 208-300, и мы сориентируем вас по стоимости, сколько это будет стоить. Я думаю, что это будет не дороже 40 тысяч в любом случае. Есть такой еще один простой, казалось бы, вопрос на сайте kirov.ru. Вопрос от Ивана. Скажите, пожалуйста, в какое время года лучше красить бампер, когда краска лучше сохнет? Ну, у меня сразу на ум приходит ответ. В теплое время года, естественно. Я так понимаю, что время года в вашем центре, оно вне зависимости. С технологиями, которые используются сегодня, и с качеством материалов, которые используются сегодня в нашем дилерском центре, не имеет значения, какое время года. То есть, можно окрасить детали зимой. То есть, у нас срок гарантии не отличается от того, покрасили мы зимой или летом. То есть, и вы можете быть спокойны и уверены, что логокращенное покрытие у вас останется на долгие годы. В порядке будет, да. Остается буквально минута у нас. Все-таки о планах хотелось бы поговорить на ближайшее время. Возможно, какие-то новые услуги, новые программы? Мы активно работаем над спецпредложениями для клиентов, для повторных клиентов, кто постоянно обращается в наш сервисный центр. Не только по услугам кузовного ремонта, а также по дополнительным услугам различным. То есть, при комплексной полировке у нас в подарок идет жидкое стекло. При шумоизоляции салона мы в подарок дарим комплексную полировку. То есть, вот как раз был вопрос от клиента по Ниссану Альмера. Существует возможность произвести сразу и шумоизоляцию автомобиля, и комплексную полировку, она ему будет бонусом. То есть, мы не стоим на месте, мы постоянно стараемся для клиентов придумывать какие-то дополнительные предложения и акции, чтобы не так чувствовался экономический кризис, который сейчас у нас в стране. Ну что ж, спасибо большое. Спасибо за такие подробные ответы на наши вопросы. Алексей Соломин, руководитель отдела кузовного ремонта «Тойота-Центр Киров». Давайте еще раз предлагаю озвучить и номер телефона, и адрес. Да, центр находится по адресу улицы Дзержинского, 110, контактный номер 208-00. Номер, по которому вам ответят на любые вопросы по кузовному ремонту и техническому обслуживанию. Ну что ж, спасибо. Это программа «Трасс 101». Меня зовут Владимир Сметанин. До новых встреч. Всего доброго. Всего доброго.